Не знаю, как назвать то, что имею в виду. Устоявшегося термина вроде нет, поэтому проще показать. Вот что я имею в виду. Встраиваем на сайт изображение до и после. В моем случае до и после апскейла в стейбл диффюжн. И посетитель сайта может подвигать бегунок и посмотреть, как выглядит изображение в одном случае и в другом. Это, кстати, действительно апскейл в два раза. Хотите научиться делать правильно апскейл смотрите наш стрим суммаром. Ссылка в описании. Он же мне кстати кинул ссылку на этот ресурс, а мне он так понравился, что я решил сделать скринкаст. Сайт называется Night Lab. Это сайт северо-западного университета Чикаго и тут собраны несколько подобных фишек. Все они бесплатные, насколько я понял. И вот собственно эта штука, которая здесь называется juxtapose. Сопоставление, лежащее рядом. Годится, например, для того, чтобы показывать на карте, что было и что стало. Ну и для апскейла тоже годится. Делается просто, хотя какие-то сложности все же есть. Сюда нужно вставить прямую ссылку на изображение. Если у вас дропбокс, все идеально. Если нет, нужен сервис для хостинга изображений. Просто ссылка с гугл драйв не подойдет. Я нашел, например, вот такой. Вроде бесплатный и дает прямую ссылку. Если есть нарекания, пишите в комментариях, помогите другим участникам. Я вроде бы никаких видимых нареканий не нашел. Все, выбираете изображение, добавляете, получаете ссылку. Даже несколько ссылок, вам нужна вторая сверху. Если собираетесь пользоваться часто, можете здесь зарегистрироваться. Я изображение загрузил заранее, поэтому просто копируем и вставляем. Это номер раз после апскейла, и вот появилось. А это номер два до апскейла. То есть это два разных изображения. Да, все. Пол дела сделано. Что у нас тут есть? У нас тут есть лейбл. То, что будет написано на изображении. В моем случае правильно указать разрешение после и до. Еще можно добавить информацию внизу под изображением. Также про до и после. И, собственно, на этом все. Нажимаем паблиш, опубликовать и получаем, во-первых, прямую ссылку на изображение, которую вы можете просто поделиться с кем-то. Вот так это будет выглядеть. Правда, во весь экран браузера это не очень удобно. А также мы получаем айфрейм. И вот уже с помощью айфрейм можно встроить это изображение на ваш сайт. Заходим в админку WordPress и выбираем место, куда будем вставлять. И вставляем блок. Произвольный HTML. Можете воспользоваться поиском. Ищите по HTML. Все. Вставляем айфрейм. Нет, не это. Это прямая ссылка. Вот это. И получаем порезанное изображение, потому что высота тут у нас стоит 384 пикселя. Давайте попробуем 800. Тоже маловато. Тогда 1100. Нормально. Нет, ну немного великовато. 1000. Мало. Ладно, последний эксперимент. 1050. Мало. Все. Ладно, пусть будет 1100. Все, обновляем и получаем на странице о нас вот такую красоту. Значит, кроме интерактивного изображения, вы можете получить готовую гифку. В гифку можно не только ссылку вставлять, но закинуть изображение прямо отсюда. Но в моем случае гифка получилась не очень. Качество страдает. Но в принципе, если вас устраивает по качеству, тоже очень прикольно. Готовый гиф без всяких водяных знаков. Очень забавный проект северо-западного университета Чикаго. Прямо скажу. Сами они пишут, что хотят таким образом перенести журналистику в новую среду. Мне кажется, получается. Хотя это все существовало и до них, у них просто это удобно, бесплатно и в одном месте. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.